На видео две горящие машины моего оператора. Такой короткий пост журналист Вадим Борейко написал ночью 20 февраля и опубликовал видеоролик. Горящие автомобили марок Аудио и Ниссан принадлежат видеооператору Роману Егорову. Инцидент имел место около трех часов ночи. Роман Егоров вызвал пожарных и сообщил об инциденте в полиции. Он считает, что неизвестные намеренно подожгли автомобили снаружи. Роман не знает, кто потенциально мог совершить поджог или заказать такое преступление, но уверен, что это связано с его работой. Он вот уже два года сотрудничает с известным журналистом Вадимом Борейко, автором популярного ютуб-канала Гиперборей. Сам Борейко недавно тоже стал объектом атаки. Месяц назад неизвестные пытались заклеить дверь квартиры журналиста монтажной пеной. После ночного происшествия полиция возбудила уголовное дело и начала расследование. Министерство информации Казахстана сделало заявление, что не одобряет воспрепятствование деятельности журналистов. Поджоги автомобилей работников СМИ в Казахстане не в новинку. В январе таким образом была уничтожена машина другой известной журналистки Динары и Геубаевой. Полиция сообщала, что по факту задержано несколько подростков, которые получили заказ через интернет. Но личность заказчика до сих пор не установлена. С начала года это не первое посягательство на жизнь журналистов. К сожалению, мы не видим никакой реакции от государственных органов. Правоохранительные органы вроде бы что-то зафиксировали, но особое, чтобы детально рассматривали факты, призывали к быстрому оперативному разбирательству, мы сейчас не видим, к сожалению. Есть, конечно, правонарушения, связанные с доступом информации, когда вас подняли, выкинули из зала судебного заседания, либо из Акимата. Но здесь достаточно серьезный уровень. Мы говорим о посягательстве на жизнь журналистов. Кроме поджогов, с конца прошлого года казахстанские журналисты подвергаются разного рода атакам, вроде выламывания дверей и получения странных посылок. На участившийся случай отреагировал президент Токаев. Он выразил мнение, что эти нападения наносят ущерб репутации государства и поручил провести тщательное расследование. Но пока результатов нет.